Я думаю, надо поменьше уже сейчас посмеиваться над Байденом, потому что пока он победитель. Если в России начнется смута, а она может наступить, если специальная военная операция закончится не просто неудачно, а катастрофично для Российской Федерации, то Беларусь, безусловно, в нынешней уникальной своей социально-экономической модели падет. Друзья, всем привет. Ну, в России продолжаются мучения вокруг Херсона, реально, Херсон становится таким новым гвоздем просто в гроб Путину, и они уже такое говорят на Раша ТВ, их там прорвало, и о том, что и смута впереди, и Байден уже оказывается побеждает, можете себе представить. Ну, а коммунисты, те вообще проснулись, и кто там разбудил коммунистов, и они в Госдуме уже требуют объяснений по поводу отхода из Херсона, не больше и не меньше. Друзья, там реально начинается движение, сейчас обо всем об этом подробно, а вы не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео, чтобы как можно больше людей его увидели. А также, друзья, пожалуйста, если вы видите это видео на каком-то другом YouTube-канале или в любой другой соцсети, не забудьте перейти на YouTube-канал Алексея Гончаренко и подписаться, потому что там больше моих видео, плюс к тому, там, если вы оставите комментарии, я их прочитаю и обязательно отреагирую на них в своих следующих видео. Итак, поехали. Ну, давайте начнем с коммунистов. Коммунисты зарегистрировали в Госдуме протокольное поручение, значит, требование, чтобы Минобороны России, Шойгу, объяснил, почему отошли из Херсона. И вообще не рассказывают, это же будет иметь фатальные последствия для специальной военной операции. Сейчас Хаймарсы поставят возле Днепра, ужасные, страшные, ужасные. И все, и конец сухопутному коридору, и конец подвоза к оккупированной Запорожской атомной электростанции. В общем, ай-яй-яй. В общем, похоже, проснулись, да? Кто-то разбудил коммунистов. Грохот военной катастрофы под Херсоном и под Харьковом, похоже, их слегка разбудил. Может, вспомнят, как деды революции делали и перевороты. Может, скоро увидим Зюганова на броневике под Кремлем. То-то будет зрелищем. Но тут уже прибежали сразу депутаты Единой России, говорят, нет-нет-нет, ничего нельзя спрашивать у Минобороны. Вы что, война же? Так, война у вас или специальная военная операция? В общем, спрашивать ничего нельзя. Можно только молча умирать по команде Путина. Вот, собственно говоря, все, что можно в России. Ну, а на этом фоне у пропагандистов тоже веселье. Весело с Маргаритой Симоньян. Боброедка просто пропала. Просто пропала. Последнее, что она написала о том, что в Британии не хватает продуктов. Да, друзья, в Британии. Не в Вологде, не в Сызрани. В Британии, оказывается, проблема с продуктами. Вот. К ней там прибежали люди в комментариях и пишут, а что у нас в России? А что с Херсоном? А она молчит. Ну, что тут скажешь. Зато на прелестных 60 минутах Ольги Скобеевой там несется вовсю. Там такое. Значит, повыходили эти эксперты. Уже говорят, впереди у России смута. А также пойдет тогда и Лукашенковская Беларусь. Что же делать? Ай-яй-яй. Мы летим и пролетаем. Походу, другие говорят, что тут вот хватит уже смеяться над Байденом. Потому что он-то побеждает. Вот мы все смеемся, смеемся. А побеждает он и вспоминает уже, как Советский Союз со всех смеялся. А где Советский Союз и где Западный Блок? В общем, кажется, что у них какие-то просветления. И тут очень интересно Скобеева. А она стоит, молчит. Никому не мешает, не прерывает, ничего не доказывает. Нет, молчит и все. Как воды в рот набрало. Но это, друзья, очень показательно. Я хочу, чтобы вы на это посмотрели. Я думаю, надо поменьше уже сейчас посмеиваться над Байденом. Потому что пока он победитель. Он выигрывает, несмотря на то, что он оговаривается. Несмотря на то, что он там что-то не видит. То, что он вообще по факту, пока не компания выигрывает, надо себе сказать, что это так и принять соответствующие меры. Но вспомните, мы на протяжении советской истории предрекали постоянно крах империализма и капитализма. И даже в 89-м и в 90-м году обсуждали бедственное положение рабочих в Нью-Йорке и Лондоне. И оно правда было таковым. Но, увлекаясь постоянно предсказаниями краха там, мы упустили проблемы здесь. Ваша победа там – это вопрос национального выживания. Потому что я не сомневаюсь, что если в России начнется смута, а она может наступить, если специальная военная операция закончится не просто неудачно, а катастрофично для Российской Федерации, то Беларусь, безусловно, в нынешней уникальной своей социально-экономической модели падет. И тут, друзья, подоспела интересная аналитика из Института изучения войны. Они говорят, что последние войны поражения России подрывают уже рейтинг Путина и доверие к нему внутри России. А это, друзья, означает, что многие другие поднимают голову. И мы видим сначала Дугин, который уже практически угрожал Путину смертью. Можете себе такое представить еще недавно. А во-вторых, мы видим сегодня историю с Пригожиным и Кадыровым. Вот Пригожин уже в Курской и Белгородской области собирает какую-то еще армию, плюс к Вагнеровцам, и называет ее ополчение. Друзья, явно Пригожину не дают покоя лавры Минина и Пожарского. То есть теперь вместо, знаете, новая Россия, вместо Минина и Пожарского, у них Пригожин и Кадыров. Ну, деградация полная, но, наверное, они так и видят себя уже. И памятник им на Красной площади, Пригожину и Кадырову. Кстати, очень много параллелей. Минин, Кузьма Минин, он же был хозяином мясной лавки. Ну, просто повар Путина. Смотрите, какая, да, интересная история. В общем, эти уже себя явно видят и собирают армии. И это волнует очень многих уже в самой России. А некоторые открыто об этом говорят. Вот даже у них такой есть там криминальный авторитет Гриша Московский. Он тоже блоги пишет. Так вон он уже записал, что, ребята, Кадыров и Пригожин, это ай-яй-яй-яй-яй. И не дай бог начнется, и будет уже полный беспредел. Это говорит криминальный авторитет. Послушайте. Вот, россияне, вы доигрались. Вы доигрались. Вот теперь в России образуются две банды. Две банды. Одна банда – это вагнеровцы, и другая банда – это кадыровцы. Вот. Теперь идет передел власти в России. Кто блатнее, кто придет к власти. Но это хорошего не принесет России и россиянам. Поверьте мне. Представляете, кто такие вагнеровцы, да? Это все бывшие осужденные зэки, у которых срока были по 20, по 15. по 18, по 19 лет, которые сидят за изнасилование, за распространение, за убийство и за всякое насилие. И вот они сейчас на свободе, и они же хотят кушать, они хотят зарабатывать и хотят неплохо себя чувствовать. А на ком будут они ехать? Будут на вас ехать, на простой народ российский. Друзья, в общем, в России заговорили уже и коммунисты, и криминальные авторитеты. И они ощущают конец России. А имя этому концу – Владимир Путин. Он так боялся, что Запад отберет суверенитет у России, что, похоже, отбирает его сам. И финал, конечно, будет совершенно катастрофическим. Ну и полностью безумие его показывает. Еще вот, знаете, когда на все вот эти, ну, происходящее, на все вопросы, которые сегодня звучат, Кремль ответил одним – выпустил полностью безумный ролик. Знаете, даже уже, ну, за гранью безумия оказалось, что уже ничего невозможно хуже. Казалось, можно. Я хочу, чтобы вы посмотрели, как идут какие-то сумасшедшие люди с картонной ракетой «Сармат» и кричат, что они попадут в рай, все остальные попадут в ад. И вообще, ну, это надо видеть. Посмотрите. По центру принятия решений на Рашингтон! По центру принятия решений на Рашингтон! Полетные задания в районе «Сармат» на Рашингтон! Весь «Сармат» по городам врага на Рашингтон! Друзья, вот так проходит мирская слава. Так кончаются империи на наших глазах, абсолютно в каком-то позоре, в каком-то безумии. И вот на наших глазах это происходит с Российской империей. И этот безумный бункерный дед ее добивает. Ну, а нам, друзья, надо держаться. Херсон освобожден. Вчера был в Херсонской области освобожденной. В наших населенных пунктах люди там встречают, ну, просто счастливы. Видят только военную машину, выбегают. Ходят все с флажками Украины. Все кричат «Слава Украине!» Друзья, ну, вот так это происходит, когда люди чувствуют, что их освободили. От вот этого ужаса, который из себя представляет русский мир. Полностью безумный, как показывает этот блок. Друзья, с вас лайк, комментарий, держим строй.